Эта война изменила ход истории. В военный конфликт 1914-1918 годов было вовлечено 38 независимых государств. На фронтах воевали более 10 миллионов россиян. На территории Липецкой области военные действия не велись, но с этих земель люди уходили воевать, чтобы защитить свой дом, свою семью, свою родину. С приходом к власти большевиков о этих событиях забыли. Современники называли эту войну великой. Потом, спустя совсем небольшое время, после революции, она стала именоваться империалистической. И очень скоро в России она стала забытой. Вот сегодня Россия делает все для того, чтобы эта забытая война стала великой. Уважаемые гости, спасибо вам, что вы нашли время и место для того, чтобы стать причастными к исправлению великой исторической ошибки, столетнего забвения великих свершений России и великих потерь. Спасибо вам за это и дай вам Бог пережить свою жизнь и жизнь своими детьми и внуками без войн, без потрясений. Торжественно открытый монумент представляет собой стелу из стали и бронзы в форме штыка. Памятник украшен георгиевской символикой и гербом России, который возвышается на высоте 19 метров. Мы всегда говорили и говорим, если какая-то страница нашей истории России забыта, то нет будущего у этого государства. Сегодня мы, сплотившись вокруг нашего президента Путина Владимира Владимировича, открываем эту страницу. В церемонии торжественного открытия памятника приняли участие лепчане и гости города. Почти липавших воинов минуты молчания возложили к монументу цветы. Я сегодня все время в слезах, поэтому мне трудно говорить. Но это у нас сегодня великое событие в нашем городе. И то, что это совершилось, и для нас честь большая, что именно в Липецке этот памятник и стоит. Это все наша история, но также Первая мировая война имела ключевую роль в истории нашей страны. Огромное влияние оказало и на дальнейшее государственное устройство. Поэтому я считаю, что это очень важно, и поэтому мы должны также помнить и Первую мировую войну. Надо поднимать все-таки единение страны, единение народа. И вот мне кажется, вот именно открытие таких памятников, это вот и служит вот этой цели. Липецкая стела в честь павших воинов Первой мировой является третьим памятником в России подобного рода. Первый открыт на Поклонной горе в Москве, второй в Калининграде. В этом году в российских регионах планируется открыть еще пять стел памяти. Ольга Родина, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова